Конфликт между администрацией и пациентами поликлиники возник в начале июня. Причиной всему стала табличка с просьбой оставлять детские коляски на улице. Для этих целей специально оборудовали место, поставили поручни для крепления детского транспорта. По словам заведующего учреждения, это следовало сделать давно. Пожарная инспекция и другие контролирующие службы не раз выносили предписание с просьбой убрать с прохода детские коляски. Сделано это было прежде всего для того, чтобы обезопасить наших детей от каких-то неприятностей, от каких-то тех ситуаций, которые могут возникнуть. Это и пожар, и стихийное бедствие, и землетрясение. В те дни, когда идет прием здоровых детей, здесь колясок очень много. Заставлен весь первый этаж, невозможно даже пройти. Самые оживленные дни в поликлинике – вторник и четверг. В это время ведется прием малышей до года. На первом этаже, что называется, не протолкнуться. Хотя большинство родителей понимают, необходимость хранения колясок в специально отведенном месте закатывают все равно сюда. Предложение вообще-то хорошее, но нужно, чтобы кто-то приглядывал за колясками, потому что ворует просто-напросто. А это деньги стоит, ребенка на руках тащить, тоже не каждая мама тащит, как я худенько допустил. И если там какое-то предположение будет такое, что присматривать кто-то будет, ради бога, это, конечно, удобнее будет. Подъехал, оставил, зашел спокойно. И с одной стороны здесь будет посвободнее и почище, то есть детям дышать, а с другой стороны, как бы не у всех есть возможность купить эти фиксаторы и поставить их туда. Кстати, фиксаторы для велосипедов и колясок можно купить в любом спортивном магазине. Цены колеблются от 200 до 500 рублей. Но, наверное, лучше пойти на эти расходы, чем беспокоиться за сохранность коляски. Ведь без фиксатора даже с первого этажа ее могут украсть. Наталья Зарубина, Михаил Терышкин. Местное время.